Всем привет, друзья! Сегодня у нас чисто пацанский выпуск. Я сегодня буду спрашивать у девушек в чат-рулетке, какие парни им нравятся, может ли понравиться некрасивый парень с накачанным телом, то есть и всякое такое буду спрашивать. А я надеюсь, вы помните, что мы собираем 20 тысяч лайков и выходит новый выпуск, потому что этот контент невероятно сложный, трачу на него по двое суток. И также узнаем, я симпатичен девушкам, либо нет. Давайте начнем, погнали! Парень, которого вы видите сейчас на своих экранах, занимается гимнастикой около 8 лет. И посмотрите, что он вообще вытворяет. Если вас это хоть чуточку удивило, тогда переходим на его канал. Он научит вас делать сальто на ровной поверхности, сальто с турника, выход на две, уголок на полу, расскажет, как отжаться 50 раз на брусьях, как накачать пресса, еще много чего интересного. Я уверяю вас, вам стоит подписаться. Привет, дай совет, как девушку найти? Как найти девушку, можно быть уверенной в себе. И все, этого достаточно? У всех свои вкусы, и типа, может быть, для кого-то это страшно, для кого-то ты будешь талон красоты. А я для тебя талон красоты или страшный? Ну, обычный парень, просто я не могу сказать, что это какой-то страшный, я у вас слишком красивый, просто обычный парень. Ты качаешься? Ну, как на степени. Я тоже качаюсь. Да. По мне не скажешь, да? Ну, я бы сказала, что он нифига себе, вот это когда-то страшно. Ну, ух, у тебя тоже банка, смотри, прям вот такая. У меня еще присуха есть. Видишь? 12 лет, не прошли зря. Это 70 килограмм. Извини, я, конечно, на это скриннил. Да? Хочешь нормальный скрин сделать? Готово? Как найти девушку, если ты стрёмный? Ты не стрёмный. Ты красивый. Ну, просто если человек стрёмный, да, как найти девушку? Ну, не все девушки обращают внимание на внешность. Я вот прям сейчас прошу вас остановить видео, просто нажмите на паузу и напишите, сколько этой девушке лет. Прямо сейчас нажмите, не поленитесь, напишите в комментариях. Вот ты встречалась с некрасивым парнем? Если с ним хорошо общаться, то да. Если он добрый в душе, там, и так далее. А то многие парни говорят, что я страшный, мне девушку не найти. Они просто стесняются, да, наверное, комплекса. Да, ну, ты не страшный, поверь. Спасибо, ты тоже очень красивая. Спасибо. А тебе сколько лет? Мне 13, поэтому нам не судьба. Ты выглядишь на, наверное, лет на 18. На самом деле, от такой красотки, хоть и 13-летней, блин, офигенно слышишь, что ты красивый. Но я себя никогда в жизни не считал красивым, это 100%. О, красная, какой парень такой. Короче, вопрос такой. Что делать, если в школе говорят, что ты страшный? Убить себя, нахуй. Никто не говорит, что ты страшная. Ну, был пацан, но я ему свертухи дала, и все. Молодец. Не, ну это я шубка, я его просто долбанула. Как ты считаешь, я страшный? Нет. А на сколько оценишь от 1 до 10? Ну, не знаю даже. Ну, пусть будет десяточка. Десяточка из 10, я Брэд Питт, да? Ну, да. Офигенно вообще. Ладно. Нет, у тебя симпатичный. Спасибо, ты тоже. Если тебе будут говорить, если будут говорить, что тебе страшные, короче, сразу же им. В нос бьешь, короче. В нос бьешь, короче, ломаешь перегородку вот эту. Это как бы, ну, быстро заживает, но как бы они от тебя отстанут, и больше никогда не будут говорить, что ты страшная. Прям лайфхак на всю жизнь. Договорились? Хорошо. Все, давай, удачи тебе. Блин, по этим детям может показаться, что я какой-то педофил, но... Нифига. Там просто одни дети сидят. А как думаете... Как думаете, я страшный? Нормально. Мне в школе говорят, что я страшный. Что делать в этом случае? Да твою-то мать. А вам сколько лет? 17. А как вы считаете... Как вы считаете, я страшный? Да-да-да-да-да-да-да-да. У вас улыбка очень страшная. Привет. Привет. Есть, короче, проблема. Какая? Я не нравлюсь девушкам. Что делать в этом случае? Спрелиться. А как ты считаешь, я нормально выгляжу или нет? Нет, ну внешность нормально, 10 из 10. Ты тоже красотка. Спасибо. Нет, за что. Мы бы с тобой замутили. Смотри, какие у меня банки. Вау. Честно говоря, я вообще не ожидал, что меня там будут оценивать на 10 баллов из 10. То есть это бесец, да, это как Брэд Питт, это невероятно. Может они на отмашку просто вот так говорили 10, чтобы я отстал, я не знаю. Но это все-таки приятно. Смотри, что если парень не очень симпатичный? Как ему вообще жить, как девушку найти? Ты считаешь себя не очень симпатичной? Ну, не я, допустим, просто парень не очень симпатичный. Можешь у подруги спросить. У пацана найдется стрёмная баба. Думаешь? Думаю, да. Не, ну обычно типа, ну, стрёмные пацаны одни всегда. Ну, в большинство случаев, 90%. Они тупо даже не встречаются ни с кем. Вот ты бы стала встречаться? Ну, с некрасивым парнем. Ну, я по внешности вообще не выбираю. Да? То есть многие девушки по внешности вообще не выбирают? Я не говорила, многие девушки. Я понял. А что тебе важно, парня? Ну, то есть по каким характеристикам ты выбираешь? Да, по сути нету. Ну, это ладно, первое. Еще почему? Первое. Оно и единственное, блядь. А ты считаешь меня стрёмным? Нет? Нет, нет, нет. А цене от 1 до 10? Наверное, 8. Слушай, смотри. А если у парня дофига бабок, это вообще проканает? Да. Да? Слушай, а если парень подкачанный, но не очень красивый? Такой вариант возможен? Просто. Значит, он следит за собой, значит, он пытается что-то изменить. Блядь, это нормально. Понимаешь, что это бывает, что человек вообще уебище полный, и характер у него хуйня, и на мне что он хуйня, но он тебе нравится. А бывает такое, что человек красавчик, и подкачанный, и характер у不了, но тебе полный... Привет, я, короче, это качаюсь, но мне в школе все равно говорят, что я страшный. Что делать в этом случае? Наказать тебе. А это, ну, типа, если страшный, от одного до десяти, короче, напиши, я страшный или нет. Один — это страшный, десять — это красивый. Да, ну, не, мне в школе говорят, что я страшный PCS. Для некоторых девушек внешность вообще не важна, то есть для них важен какой-то внутренний мир, там, не знаю, доброта, характер, либо что-то такое, чтобы у человека возникла искра, да, когда ты с ним общаешься, там, приятно, чтобы общаться было и так далее. Внешность не всегда стоит на первом месте. Но для многих, конечно же, внешность очень важна. Почему? Потому что, скорее всего, они сами красивые, они хотят красивого парня себе, потому что красивая девушка не захочет страшного парня, это очевидно. Но многие девушки как бы некрасивые, да, как и парни также многие некрасивые. Красивыми рождаются довольно-таки редко, прям вот, прям идеально красивыми. Поэтому большинство, конечно, людей не особо красивые, ну, может, такие среднячок, да, поэтому приходится стараться как-то выкручиваться, кому-то качать банки, как мне, допустим, да, вот, и всякое такое. Как жить парню, который не очень симпатичный? Как ему девушку найти? Ну, для некоторых внешность не главная. Не главная вообще? А почему девушки выбирают парней? По каким характеристикам? Не знаю, может, душа, чтобы добрый был, там. Серьезно? Только по этим критериям? Ну, не все. Есть и меркантильные твари, и поэтому. Слушай, а по размеру выбирают? Нет. Нет? Серьезно? Я надеюсь, тебе есть 18? Есть. А, ну тогда можно спрашивать. Короче, если 10 сантиметров, это печалька, да? Не знаю. Ты сейчас подумаешь, наверное, что у меня 10 сантиметров. Нет. Ну, ты не страшный, потому что, как бы, ты говоришь, не очень, там, личный парень, как бы, страшный, если такое. Ну, я-то, допустим, не страшный. А ты меня на сколько оценишь от одного по 10? 8-9. Вот. Я, короче, спрашиваю не для себя. Много ребят интересуются. То есть, девушки могут, короче, не по внешности оценивать, да? Они могут просто по характеру, по доброте. Что если парень не красивый, но накачанный? У него есть шанс склеить девушку? Не знаю, мне как-то похуй на накаченность. Мне главное, типа, ну, чтобы человек был хорошим. То есть, характер, да, должен быть хороший, и все. Да, мне кажется, нормальный характер, это уже нормально. Типа, и чтобы умный был хотя бы. А внешность не важна. Ну, а внешность, ну, так, хотя бы, чтобы было более-менее. Ну, чтоб не урод был, да, совсем? Ну, чтоб прям, ну, да, не урод, но хотя бы более-менее. Ну, а так, друзья, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь обязательно, прям обязательно подпишитесь на мой инстаграм, потому что там выходят эксклюзивные ролики с чат-рулетки, которых нет на ютюбе, и там очень смешно. Подписывайтесь, смотрите эти ролики, ставьте лайки мне, мне будет приятно. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Сможешь оценить по моей форме, сколько я вешу? Ну, килограмм, наверное, сто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова